Область знаний Лекция на Радио Звезда Клеопатра. Легенда исчезнувшей Александрии Рассказывает историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин Область знаний Наверное, немногие могут вспомнить, что Клеопатра, та самая Клеопатра VII, которая является для очень многих из нас символом Египта, в своих венах не имела ни капли египетской крови. Она была стопроцентной гречанкой, да и имя самого Клеопатра славное отцом. Впрочем, во всем по порядку. В 4 веке до новой эры Египет становится частью гигантского царства Александра Македонского, которого справедливая история назвала великим. Он освобождает Египет от персидского нашествия. В итоге Александра принимают в Египте как царя-освободителя. Его коронуют фараоном в Мемфисе. И даже легендарный потаённый оракул бога Омона в Сиве, Сива – это оазис, расположенный в 300 километрах от современного Каира в пустыне, признаёт его сыном бога. После смерти Александра его гигантская, по сути, империя делится на части между его военачальниками и его наследнику Птолемею, достаётся Египет. Династия Птолемеев, последней представительницей которой и стала Клеопатра VII, это очень непростое время, это очень непростые люди. Это греки, которые не очень-то любили Египет. В большинстве случаев они даже не знали египетский язык. Они правили в новой столице, которую основал Александр, Александрия. Александрия египетская. В текстах того времени, когда эти тексты были переведены с египетского языка, она называлась по латыни «Александрия от Египтум». «Александрия при Египте, а не в нём самом». В Египте распространялись запрещенные сказки о том, как хочет египетский народ, чтобы сгорела проклятая Александрия, чтобы умерли цари Птолемеи, против которых постоянно возникали восстания, чтобы пришёл настоящий египтянин, святым царём солнцем, на египетскую землю. Царствование Птолемея XII, который был отцом нашей героини, оно было временем междоусобиц, экономического упадка. Ну, недаром злобные на язык Александрийцы прозвали царя Авлет, флейтист за его влечением музыкой, который он предпочитал отдавать практически всё своё время. Когда Птолемей XII умирает, то он оставляет престол, согласно завещанию, своему сыну Птолемею XIII и его сестре Клеопатре. Между братом и сестрой начинается страшное сражение за престол. Клеопатра бежит в Сирию, всем говорят, что Клеопатра умерла, и в попытках каким-то образом успокоить политическую ситуацию в Египте наберега Нила приезжает великий деятель римской истории, Гай Юлий Цезарь. Он хорошо знал Птолемей XII, ему нужен был стабильный Египет. Даже в самые плохие годы два урожая зерна в Египте кормили всю Римскую империю. «Где Клеопатра?» – спрашивает он Птолемея. Малолетний Птолемей, который, по сути, был безвластен, с тем заправлял его регент Евнух Патин, говорит о том, что якобы сестра умерла. Мы знаем из свидетельств античных историков о том, как верная слуга, завёрнутую в ковёр, вносит ночью по потайному входу Клеопатру в тот дворец, где остановился Цезарь. Цезарь с опаской, зная коварство Птолемеевского двора, смотрит на то, как разворачивается ковёр, и из него пристаёт совсем юная девушка. Она вовсе не была той красавицей, которой время от времени рисует Голливуд. Прижизненные портреты показывают горлое лицо, высокий лоб, точёный довольно массивный профиль, резко очерченные эффектные губы. Но вдумайтесь, что о ней говорит Плутарх. Голос её подоблен могострунной лирии, на коим бы она ни говорила, из тех многих языков, коими владела в совершенстве. Ей совсем немного лет. Цезарь к тому моменту опытный, взрослый человек, прошедший множество войн, и вдруг его совершенно очаровала своим умом, яркостью и харизмом юная египетская царица. Клеопатра. Легенда, исчезнувшая Александрии. Область знаний. Дальше, конечно же, он выбирает её. Во время сражения Птолемея и Клеопатры флот Птолемея был сожжён. Птолемей утонул во время битвы. В итоге Клеопатра VII становится единоличной правительницей Египта и везёт Цезаря в Фаюмский оазис. Один из больших оазисов, который ближе всего примыкает к долине Нила, где в тот момент растут водяные лилии, плантации масличных роз, где находятся древние резиденции вдовствующих царит, знаменитые совершенно памятники, созданные под тем древним Египтом, который для Клеопатры уже был древним. Первый век до Новой эры или 31 век до Новой эры, когда было основано египетское государство. 3000 лет истории отделяло начало существования египетской цивилизации от того времени, когда правила Клеопатра VII. Она достаточно быстро родила Цезарю сына, его назвали Цезарион, и здесь, конечно, амбиции Клеопатры были невероятные. С триумфом она въезжает в Рим. Об этом писали очень много. Цезарь так влюблён в свою египетскую звезду, что он ставит её золотую статую в образе Исиды, одной из главных богинь египетского пантеона, на римском форуме, в храме Венеры-прародительницы, которая считалась изначальной прародительницей рода Юлии, в котором подлежал Цезарь. Римские матроны этого простить не смогли. Царица знала языки, она была интеллектуалкой, она привезла из Египта редкости, экзотические товары. В итоге все те, кто проклинал Клеопатру за спиной, на следующее утро шли к ней на приёмы. У неё появляется Цицерон, знаменитый римский мыслитель того времени. Он просит Клеопатру предоставить ему редкие свитки из Александрийской библиотеки. Клеопатра, понимая уровень лицемерия и очень чётко оценивает тех людей, с которыми она сталкивалась в жизни, отказывает. Именно Цицерон, совершенно не по-мужски, пускает в римском обществе сплетню, что она ведьма, и она приворожила Цезаря. Невероятная популярность, невероятная власть Цезаря приводит к тому, что, как многие, конечно, знают, его убивают знаменитые мартовские иды, которые стали концом жизни Цезаря. Вместе с Цезарионом Клеопатра в шоке бежит в Египет. В своём завещании он вообще не назвал своего египетского сына. Мы знаем, что в египетской религии особую роль играла легенда о великом боге Осирисе, который, по преданию, когда-то был царём египетской земли. Его жена и верная сподвижница Исида, она нашла тело убитого мужа, его убил брат, бог пустыни Сетх. В итоге Исида — это вдова, это мать сына Осириса Хора, это идеальная богиня женственности. Вдова Юлия Цезаря, Клеопатра, приехав в Египет, изображает себя подобием богини Исиды с плоденцем на руках. На стене знаменитого храма богини любви Хатхор в Дендере она изображена в невероятных золотых одеяниях звезды Сириус. Перед ней, ростом со взрослого человека, стоит Цезарион, на самом деле маленький мальчик, при котором великая мать была регентом. После смерти Цезаря Римская империя делится на три части. Октавиану достается запад, Марку Антонию достается восток, Лепиду достается часть Северной Африки. Клеопатра в панике, она не может выбрать. Ей пишут разные письма, и Октавиан, и Марк Антоний. Им нужна не просто вассальная царица, им нужны богатства Египта. Столица Восточной Римской империи в тот момент находится в Тарсе. Это территория современной Сирии. Марк Антоний – крабрый воин, яркий мужчина, любитель выпить, любитель красивых женщин. Он, конечно, был не похож на интеллектуала Цезаря, но в какой-то момент, понимая, что все-таки восточная часть Римской империи ближе, Клеопатра ставит на него. Как свидетельствует античной историки, Марк Антоний проснулся в своей резиденции в Тарсе от невероятного шума и выглядел в окно. В окне он увидел толпы, которые бежали к порту. В порт прибывало невероятное чудо. Флотилия Клеопатра открывалась кораблем из кедрового дерева, обитого золотом с пурпурными парусами. Он был весь убран цветами, на нем сидела Клеопатра в виде золотой богини, прислуживали и самые красивые девы Египта. Корабль сопровождала гигантская эскадра, потому что такую жемчужину защитить от пиратов в Средиземном море было непросто. Потрясенный, увиденный красотой, клубами ладаной и мирной, египетской экзотикой, Марк Антоний приглашает Клеопатру на пир. Она в ответ приглашает его на корабль для того, чтобы показать сокровища Египта. И в какой-то момент, когда на роскошном перу начинаются политические разговоры, и Марк Антоний начинает ставить Клеопатру перед жесткими рамками будущих договоров, она объясняет ему, что нет, что условие будет ставить она. Но почему, спрашивает Антоний, потому что условие ставит тот, на чьей территории подписывается договор, говорит Клеопатра. Корабль – это территория египетского государства. Клеопатра. Легенда, исчезнувшая Александрии. Область знаний. Антоний влюбился. Он приехал за своей новой избранницей в Египет, забыв, что в Риме у него была жена, Октавия, родная сестра Октавиана. Молодые проводят время в Александрии, они переодеваются в одеяние простолединов, и ночами ходят по тавернам, подслушивают разговоры простых жителей города. Марк Антоний очень хотел показать Клеопатре, что он очень удачлив. И в какой-то момент, мы знаем об этом опять же от Плутарха, ночью он приглашает Клеопатру на рыбалку. В итоге роскошная лодка, он закидывает удочку, и каждый раз трап, который плывет под этой лодкой, нанизывает ему на крючок рыбу невероятных размеров, и он говорит, смотри, как любят меня боги, какой я успешный. Клеопатра не была глупа. На следующий день она днем приглашает всю александрийскую знать на дивную рыбалку. И в тот момент, когда Антоний забрасывает крючок, на крючке оказывается огромная соленая рыба из Черного моря. И под дикий хохот всей придворной знати Клеопатра с мертвенно-бледным лицом, как говорят источники, говорит ему, оставь рыбалку нам, правителям Александрии и Конопа, твои задачи, города, государства и страны. Между своими браками Клеопатра проявила себя в Египте как очень яркий политик. Она провела экономические реформы, она строила храмы, и что было невероятно для египтян, в отличие от большинства птолемей, в Клеопатрах хорошо знала язык фараонов, то самое древнее иероглифическое египетское письмо. Ее часто можно было увидеть в старой столице, в Фивах, на юге страны, где она строила храмы богам, ее очень любила и поддерживала египетское жречество, и в этом плане она была действительно достойной царицей, которая во многом воплощала для египтян древние законы и обычаи своей страны. Марку Антонио она родила двоих детей, Александра Гелиоса, Александра Солнце, по-гречески, и Клеопатру Селену, Клеопатру Луну. Брак был заключен на острове Каркира, на территории Греции, как бы и не в Риме, и не в Египте. И, конечно, можно себе было представить ту ненависть, с которой обсуждали не только римские Матроны и Сенат Марк Антонио, который стал таким образом двоеженцем. Подарки были на свадьбу невероятные. На рождение первого ребенка он подарил ей Сицилию, а на второго — Сардинию. Но главный подарок был преподнесен Клеопатре на свадьбу. Дело в том, что в семье Птолемеев была еще одна девочка, родная сестра Клеопатры Арсеноя. Она имела такие же права на престол и скрывалась в знаменитом храме Артемиды в Эфесе на территории современной Турции. Этот храм имел статус убежища. Главным подарком на свою свадьбу Клеопатра потребовала принести голову сестры своей Арсенои для того, чтобы ее дети не имели конкурентов в борьбе за политическую власть. Она слишком хорошо помнила историю своей семьи и начало своего собственного царствования. И вдуматься только, Марк Антонио любил ее так, что, нарушив все законы и общественные, и священные законы того времени, его войска взяли приступом к храму Артемиды в Эфесской, выволоклили оттуда сестру Клеопатрию Арсеною, и царица получила свой долгожданный подарок. Долго этого Рим, конечно, терпеть не мог. В какой-то момент Рим объявляет войну. Не Антонио, Клеопатрия. Таким образом, война не стала гражданской. Война стала законным правом Рима объявить противостояние правительниц иностранного государства. Решающая битва между египтянами и римлянами проходит недалеко от Греции у мыса акций. Мы до конца не знаем, что произошло, потому что в какой-то момент роскошный египетский флот начинает побеждать римское войско. Но в отдалении с отдельной эскадрой стояла сама Клеопатра. То ли она подумала, что исход удачной битвы уже предрешен, то ли что-то случилось. К сожалению, мы не знаем, но в какой-то момент большой корабль Клеопатра разворачивается и уплывает в сторону Египта. И, бросив свое войско, Марк Антоний поплыл за своей любимой женщиной. Клеопатра. Легенда, исчезнувшая Александрии. Область знаний. Египетский флот был разгромлен и прибывшие в Александрию Марк Антоний и Клеопатра приказывают казнить тех, кто вслух говорит о поражении на войне. С огромной скоростью в прибрежной зоне Александрии Клеопатра стоит свою гробницу. В какой-то момент Марк Антоний, которому донесли неправильную, ложную новость о том, что якобы Клеопатра умерла, пытается покончить с собой, как древние герои Илеады и Одиссей, бросившись на меч, закрепленный в песке, тяжело раненого, его поднимают в гробницу, где в гробнице-дворце живет Клеопатра, понимая, что приходят последние дни. Когда Октавиан пришел в Египет, о ужас, ей было 39 лет. Для нас она была так молода. Для древнего мира того времени это был серьезный возраст. Октавиан боялся ее, кроме того, он совсем не любил женщин. И история с очарованием не вышла. Она понимала, что вот-вот и она пойдет по Риму, закованная в кандалах в триумфе Октавиана, который станет Августом. Ей принесли тогда корзину, как гласит рассказ античных источников, с винными ягодами. Там таилась змея. Змея была символом древнего рода фараонов. Египтянка по духу, но гречанка по крови. Клеопатр решил уйти из этой жизни, оставшись легендой. Об этом донесли Октавиану. Он приказал взять штурмом гробницу. Огромные бронзовые двери не поддавались. И когда римлянин, как гласит текст, наконец-то вошел в гробницу, на золотом ложе, он увидел Клеопатру, одетую в золотые одеяния богини Исиды. Одна из ее служанок уже лежала мертвая, вторая Хармиона, умирая, поправляла на ней головной убор. Скажи у Хармиона, спросил ее тогда римлянин, достойно ли поступила твоя госпожа? Воистину достойно, сказала умирающая служанка, ибо стала достойной преемницей владык и владычиц. Александра Гелиуса ее сына убили. Клеопатру Селену достойно воспитала Октавия, законная жена Марка Антония, которая оказалась очень достойной женщиной. В конце концов, судьба дочери Клеопатры сложилась неплохо, ее выдали замуж за Ююбу второго знаменитого царя Мавритании, и Клеопатра уехала туда. Мы не знаем, где находилась гробница Клеопатры. После нескольких землетрясений в Средневековье вся прибрежная зона Александрии опустилась под воды Средиземного моря. Там сегодня итальянские и французские археологи ведут совершенно роскошные археологические исследования. Там находят золото, царские колоссы, буквально целые улицы той Александрии, которая скрылась под водами Средиземного моря. Где-то там лежит Клеопатра. Но удивительно то, что образ царицы, которая стала легендой, он прошел и через культуру Средневековья, и через Возрождение. В свитках и рукопись XVI века можно увидеть рассказ о Клеопатре, который сопровождается совершенно анекдотическими иллюстрациями. Клеопатру изображают как королеву того времени. Естественно, полюбила Клеопатру и кино. Первый немой фильм с Клеопатрой был снят в 1899 году. Блистательной Клеопатру сыграла звезда немого кино Теда Барра. Фильм был очень роскошен. Судя по сохранившимся фотографиям, к сожалению, сама пленка сгорела в Соединенных Штатах во время пожара на одной из киностудий. А теперь посмотрите, какой список. Теда Барра, Кладет Колбер, Вивьен Ли, Элизабет Тейлор, Леонор Варрелла. Если мы перечисляем имена великих актрис, которые сыграли эту роль, то все, конечно, вспоминают Элизабет Тейлор в фильме Джозефа Манкевича, который был снят в 1963 году. Но на самом деле, если вы хотите приблизиться чуть точнее к внешности Клеопатры, то последний фильм, как раз, где Клеопатру сыграл Леонор Варрелла, он был снят в 1999 году. Блестящий Тимоти Далтон сыграл там Цезаря. Он был снят так, что актриса действительно своим тонким профилем напоминает изящный лик царицы Клеопатры. Однажды герцог Максимилиан Лихтенбергский, который был родственником императорской семьи России, оказался в Египте. Ему предложили купить удивительные памятники. Саркофаги, стелы, статуи. Все это он перевез в Петергоф, в свою любимую летнюю резиденцию. После национализации его сокровищ в 17-м году памятники попали в Эрмитаж. Одну статую забыли. Она лежала в подвале. В здании находился институт, который занимался экспериментальной биологией. Интеллектуальные биологи спустились в подвал по каким-то своим нуждам, увидели статую царицы невероятной красоты и позвонили в Эрмитаж. Наталья Борисовна Ланда, которая тогда охранила Египет в Эрмитаже, бегом пообщалась в Петергоф и перевезла в Эрмитаж статую. Это самая знаменитая и самая прекрасная статуя Клеопатры VII в египетских, а не в греческих одеяниях, потому что чаще всего, конечно, при жизни ее изображали именно как греческую царицу. Рассказывал историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин. Область знаний Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...